В борьбе с наркоманией нужны более эффективные меры. Все чаще и чаще в обществе ведутся разговоры о возможности принудительного лечения. Говорили об этом и на заседании специальной антинаркотической комиссии. Она проходила под председательством главы республики. Михаил Игнатьев еще раз подчеркнул серьезность и важность проблемы. Наркомания представляет угрозу всему обществу. Чуваши выглядят лучше на фоне российских регионов. Ситуация в республике стабильна, но это не повод расслабляться. Для гладчиков попрошу реальные вещи называть своими именами. То есть, что происходит в практике, мы должны владеть. Если мы будем скрывать какие-то цифры или приукрашивать события, то мы сами себя будем обманывать. В итоге ведем и ведемся сами тоже заблужденно. Эксперты остановились отдельно на том, как проходит постановка на учет освободившихся из мест лишения свободы и прошедших обязательно лечения, а также граждан, которых правоохранители привлекли к административной ответственности. Как показывает практика, эти люди обычно в зоне риска. Поставить на учет и лечить больных наркоманией, конечно, можно, но для этого требуется добровольное согласие. И тут медицина нередко бессильна. Остается лишь убеждать. А это зачастую равносильно в войне с ветряными мельницами. Есть и другие сложности. В республике с ноября 2012 года реализуется проект ресоциализации больных наркоманией, которые освободились из мест лишения свободы. По состоянию на 1 июня общее число лиц, которые были освобождены, составило 15 человек. Был разработан совместный план реабилитационных мероприятий, но, к сожалению, опять-таки отсутствует механизм понуждения данных лиц к ресоциализации. Данные лица по освобождению из мест лишения свободы могут уезжать в другие регионы на заработки, могут не проживать по месту регистрации. И в этом случае, даже если наши сотрудники выезжают по месту жительства вот этого пациента, они его могут не обнаружить. И опять-таки привлечь к обязательному медицинскому освидетельствованию по закону не имеют, в общем-то, права. Разговоры о принудительном лечении звучат все сильнее, но решение все-таки за законодателями. По крайней мере, обсуждение по ресоциализации больных наркоманий заканчивается. А в следующем году целый пакет документов, возможно, рассмотрит Госдума. Ну а пока Чувашия выступает пилотным регионом. Сотрудники УФСИНа, медики, специально готовят своих подопечных за полгода до их освобождения. Результаты пока не впечатляют, но это с одной стороны. 15 лиц освободилось на территории нашей республики, которые пожелали остаться. Да, действительно. Но из 15 лиц на сегодняшний день мы смогли сработать только с четырьмя. Из них трое пришли сами в районах, одного привели мы. Остальные не проживают, не находятся сейчас на территории республики. Там шабашники и прочее, на работах различных сезонных и прочее. Конечно, вопрос сложный, но, честно говоря, мы думали, еще хуже он пойдет. Еще одна трудность найти тех, кто употребляет новые наркотические вещества. Раньше сделать это было сложнее, сейчас с появлением специального оборудования стало проще. Как только удастся отработать методику, процесс пойдет активнее, уверен глава управления ФСКН в Чувашии Евгений Барсуков. Вместе с тем, моментально распространяющиеся новые наркотические вещества теперь быстрее заносятся в специальный перечень запрещенных, что относительно недавно сильно затрудняло работу наркополицейских. Ольга Григорьев, Андрей Шоклев, Республика.